Это короткое предконцертное интервью. Мы записываем в замечательном питерском зале в гигант Холи Конти. На этом диске, дорогие друзья, мы представляем вам новую программу великолепного автора Владимира Осмолова. И с огромным удовольствием я предоставлю вам возможность услышать то, что он думает о своих новых песнях и о том видеоальбоме, который создается в прямом смысле слова «Сегодня». Владимир Павлович, я очень рад тебя видеть вновь. Очень-очень рад. Мы с тобой в 2006, совсем недавно, в ушедшем году, на этой сцене уже работали. Ты приезжал на фестиваль, который посвящался 21 году существования студии «Ночной такси», 21 году нашей работы. С нашей студией знаком ты очень давно. С тобой мы лично вообще знакомы. С 1989 года. А что касается студии, то у нас ты записывал 11 лет назад очень хороший альбом при участии. Николай Рязанов и братьев жемчужных альбом под названием «Скажи спасибо». Мы сделали тебе первую часть того фильма, который мы снимаем сегодня. Происходило это, в общем, не так давно. Это происходило в феврале прошлого, 2006 года. В марте. В марте. В марте. Ну, вот почти год прошел с тех пор. Мы обещали обязательно сделать вторую серию, обязательно сделаем и третью. В этом году ты поедешь с нами в Германию. Один раз уж точно поедешь. Может быть, даже два раза тебя уже так вот по-серьезному в фестивалях, которые мы делаем там, «Русский шансон» увидит очень много людей на торгово-промышленных ярмарках в Германии, которые проходят с нашим участием. И сегодня на этой прекрасной питерской клубной сцене, одной из самых лучших клубных сцен Петербурга, специально, так сказать, подготовленной для того, чтобы снимать здесь именно профессиональный телевизионный продукт, два слова для нашей публики относительно того, что же она на этом диске увидит. Новые композиции – это только для DVD. На самом деле это продолжение первого альбома, а песни не новые, естественно. Просто я никак не мог уместиться в один DVD, я не умещаюсь в два. Как мы говорили в прошлом. Я не умещаюсь в два, но в этом втором диске прозвучат опять очень известные, знакомые песни, поэтому новым его назвать нельзя. Именно это новый DVD, но сами, да, безусловно. Но сами записи, естественно, это продолжение первого концерта. Ну и те песни, которые не вошли в первый альбом, в первый DVD, здесь, в общем, довольно насыщенные тоже программы. Но будут здесь как бонус-трек и три новые песни. Это они будут просто дополнять этот альбом. Песня одна вообще совершенно новая, которая еще не вышла в аудиоформате, это «Рядом быть хочу», она будет как бы здесь завершать. А так из песен, исполненных в первой части DVD, будет повторена только одна песня. «Осень жизни» и то в другой аранжировке, не в той, которая она была на первом DVD. Что касается планов записи альбома из совершенно новых композиций, когда мы услышим новый полноценный номерной альбом Владимира Смолова? Новый альбом, который называется «Игра теней». То есть не «Игра теней», а «Игра без правил». Там, значит, будет 12 совершенно новых песен. И там будет еще несколько ремиксов в аранжировке в старой песне. Все безуспешно, до сих пор пытаюсь победить аранжировку «Скуки», записанную когда-то мы уже в вашей студии пробовали. У меня писали. Пробовали это тоже, да. Вот, как бы красиво, но вот что, то ли я не могу уже так спеть, как было тогда. Ну, в общем, короче говоря, продолжаю я экспериментировать. И поэтому там будет… Ну, 12 совершенно новых песен, а остальные… А выйдет она, похоже, что, скорее всего, где-то весной выйдет этот новый альбом. Весной этого 2007 года. Да, ну, вообще-то альбом 2006 года официально, альбом номер 16, 2006 год, записанный в прошлом году. Ну, а я надеюсь, что 17 номер мы будем писать на студии «Ночной такси». Мы обязательно это будем делать во второй половине этого года, с тем, чтобы выпустить его осенью, зимой 2007 года, либо в крайнем случае, может быть, в начале… Вот, я не знаю, если я к тому времени напишу эти новые песни. Это же тоже, знаешь, я… Процесс творческий. Да, я же их не… И даже не всегда предсказываю. Да, если они напишутся этой весной, значит, летом мы будем записывать 17 альбом. Ну, наверное, начнем во всяком случае точно. Во всяком случае начнем это делать. Да, там, по ходу, песни подойдут новые какие-то. И в следующем году альбом следующего года, 2007, ну, вот этого года, который наступил, 17 номер, 2007 год, я думаю, напишем, ну… Но выйдет он все равно в 2008 году. Да, я думаю, что в начале следующего. Так же, как этот альбом. По-другому это не получается из-за производства. Ну, ничего, ничего, это нормально. Но зато это будет абсолютно новый материал, а его всегда ждут твои поклонники, и всегда спрашивают меня в эфире «Шансонг», где же новые песни Владимира Осмоловова? Кое-кто из нашей диско-мафии говорят, что Осмолов слишком много пишет песен. Слишком много. Мы не успеваем оттиражировать старые песни, а ты уже новый альбом написал. Претензии еще Юра Севастьяна у меня такие предъявлял. Да? Да. Серьезно, не знал таких претензий. Слишком много пишешь. Это интересно для автора. Хотя для автора, ну, как я могу год прошел и не написать новый альбом? Пишет постоянно, конечно. Владимир Павлович, я очень благодарен за то, что вот так вот буквально за несколько минут до концерта ты дал нам это интервью. И, пожалуйста, ты уже знаешь наши традиции и по эфиру программы «На черепе такси на радио шансон», и по нашему прошлому большому интервью, которое тоже как бонус было в прошлом твоем фильме. Своё пожелание тем людям, которые сейчас смотрят тот DVD-диск, на котором записан твой новый фильм-концерт. Ну, какие пожелания у нас одни в России? Пожелания. Чтобы у нас ситуация резиновой женщины, наконец, прошла. Чтобы у нас не была одна партия, как раньше это было. К чему мы сейчас весело шлепаем. Чтобы у нас демократия не была фиктивной, очень во многих областях. Ну и, короче говоря, хочется все-таки какого-то просветления и какого-то нового какого-то, новой идеи, что ли. Как я уже, кстати, в прошлый раз говорил об этом. Мы так часто встречаемся уже в последнее время. А раз в полгода, я думаю, что это довольно часто. Поэтому у меня, собственно, пожелания не изменились. И те, кто хотят их выслушать, могут вернуться к первому альбому. То есть те же самые. То же самое. Удачи. И какого-то выхода из какого-то тупика, в котором все-таки мы находимся. Потому что процветающие два города на страну маловато. Продолжение следует...